Здравствуйте! В эфире программа 13 этаж. На прошлой неделе в Северном Арктическом Федеральном Университете прошла стратегическая сессия, на которой обсуждались перспективные направления развития ВУЗа. О том, что обсуждали участники встречи и каковы ее итоги, а также о других проблемах высшего образования, мы поговорим с ректором Московской школы управления Сколково Андреем Волковым. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич! Добрый день! Андрей Евгеньевич, Вы два дня работали на стратегической сессии, посвященной развитию Северного Государственного Арктического Университета. Расскажите, о чем шла речь, каковы итоги мероприятия? В соответствии с самим названием, речь идет о стратегии, то есть о выборе приоритетов и долгосрочных планов. Внешне это простое дело, а в реальности это очень нетривиально для такой институции, как университет. Вот этому коллектив 50 человек посвящал свое время под моим руководством. А Вы так общее ответили? А если подробнее детальки? Поподробнее это мы рассматриваем образование или образовательную политику, мы рассматриваем исследование, соответственно, исследовательскую политику, мы рассматриваем инновационную политику университета. Мы это все собираем в единый комплекс, потому что университет, он тоже, как говоря, бизнес-языком имеет бизнес-процессы. Исследование, инновационная деятельность, образование. Вот каковы там принципы, какова механика, какие ресурсы, на что нам делать акцент, во что вкладываться. Вот это и есть предмет рассмотрения стратегической сессии, стратегической работы. А каковы сегодня в целом общемировые тенденции в системе высшего образования? Главный, пожалуй, мировой тренд состоит в том, что сильная группа исследовательских вузов понимает, что они должны быть, простым языком говоря, ближе к жизни. Что они не башни из слоновой кости, где какие-то странные теории и достаточно, а где диссертации, докторские, кандидатские. Нет, университеты стремятся стать реальной силой экономики. Они запускают технологические стартапы, создают бизнес-инкубаторы, разрабатывают региональные и национальные стратегии, ведут исследования, которые рассказывают публики. То есть они пытаются изменить рынок. Или, в другим языком, стать инновационными. То есть менять жизнь, а не только ее исследовать и изучать. Помимо того, что, естественно, на него учат студентов. Вот это, пожалуй, самый такой яркий тренд последних 25-30 лет в мировом масштабе. И именно это характеризует понятие университет мирового уровня? Да, но есть очень важное. Этот термин стал стандартным. World Class University, университет мирового класса. Он, в первую очередь, характеризуется своим исследовательским потенциалом. То есть какие идеи они придумывают, как они их превращают в теории, публикуются про это. Есть индикаторы своеобразные и так далее. Второе, этот университет характеризуется тем, что он собирает ресурсы с мирового рынка. То есть не китайский университет, который учат китайцев, не российский университет, который учат, а лучших студентов со всего мира и лучших преподавателей со всего мира. Вот это главный признак университета мирового класса. Фактически университеты стали глобальными структурами. И это явление тоже последних 20-30 лет. Этого не было в 50-е, 60-е годы. Это такой передний край. Понятно, что САФУ, наверное, мы сейчас не можем называть еще университетом мирового уровня. Но, я так понимаю, именно к этому вы и ведете, да? В этом направлении работаете? Ну, надо быть как-то отдавать себе отчет, где мы, и не впадать ни в фантазии, ни в иллюзии. Но мы берем это как рамку, то есть смотрим на ориентир. Ну, примерно как футбол, который сейчас мы смотрим. Есть команды мирового класса, есть команды среднего класса, есть отстающие. Вот мы рассматриваем, грубо говоря, говоря футбольным языком, команды мирового класса и смотрим, а что у нас есть, что нам нужно вложить или проинвестировать, и как нам нужно что поменять, чтобы мы туда стали смещаться. Что университет инерционная машина, он не может за... Сегодня решили, как в бизнесе, а завтра выпустили новую линейку продуктов. Нет, это 3, 5, 6, 7, 10, 15, 20 лет. Вот такой период трансформации. И вот это является предметом нашей дискуссии, нашего размышления. А может быть и не нужно стремиться создавать в каждом областном центре региональном, на базе тех старых государственных университетов, каким является наш САФУ. Вот именно университет мирового уровня, может быть, их сосредоточить есть смысл где-то в столице, в Екатеринбурге, в Казани. Но именно здесь, на местах, работать с тем, что на самом деле у нас актуально. Это хорошая развилка. Она действительно обсуждается сейчас в сфере государственной политики, в сфере образования. Да, может быть, 2-3 и достаточно. Ну, скажем, МГУ, скажем, физико-технический институт, скажем, высшая школа экономики. И на этом хватит. Это была дискуссия, она длилась много лет, особенно ярко она была последние 3 года. Дискуссия у политического эстеблишмента, администрации президента, правительства, министерства. И решение было, что нет, мы такая большая страна, такая территориально диверсифицированная, что мы не можем все сжать до Москвы. Если мы возьмем, скажем, Новосибирский, Новосибирский академгородок, или Томск, отличный университет, или Санкт-Петербург, или Казанский университет, они тоже претендуют быть университетами мирового класса, и имеют для этого много признаков. Да, у нас в Архангельске, я говорю слово «у нас», потому что я Архангелогородец, и поэтому позволяю себе такую вольность, мы не можем похвастаться огромными супернаучными достижениями, ну, вот массово. Нет, отдельные прорывы есть. И поэтому наш ответ на этот вопрос, пока рабочий, нет, мы не снимаем из себя задачу стать исследовательским университетом, стать университетом минационного типа. А уж каким мы будем в мировом масштабе, это как жизнь покажет. Важно туда стремиться. Потому что если мы скажем, не-не-не, мы только вот тихонечко, образованием, и тихо, и ладно, тогда мы обречены на сползание вниз. Смотрите, какая интересная штука. Вот вы сами сказали о том, что университеты стремятся быть ближе, ну, что называется, к земле, к реальности. Софу. Не кажется ли вам, что вот в погоне за всеми этими вещами, за инновациями, за каким-то вот масштабом, за признанием мировым, мы, наоборот, отрываемся от реальности? Например, Алти занимался подготовкой кадров в сфере леса. Сейчас эта тема практически, это направление практически забыто, и работа в нем не ведется, хотя сфера для Архангельской области, сами, наверное, знаете, достаточно актуальная и серьезная. И дефицит кадров там страшнейший сейчас. Уже сейчас страшнейший дефицит. А зато мы, ну, пришла тема Арктики. Может быть, она будет, конечно, актуальна. Может быть, когда там эти специалисты будут востребованы. Но ведь тот же лес мы рубим сейчас, а для того, чтобы его нормально вырастить, качественно, нужны сотни лет, и нужны специалисты. Но мы этим не занимаемся. Это как-то переоценка ценностей. Если индустрия действительно считает, что кого-то не хватает, то тогда она могла бы прямо это продекларировать. Или университет открыт к этой коммуникации и с удовольствием выслушает. Более того, во многих областях, там, где явная нехватка специалистов, там, судостроение, космическая отрасль, авиация, атомная энергетика, которую я более-менее хорошо знаю, там прямой коммуникация между индустрией и университетами существует. И если лесопромышленный комплекс, скажем так, нуждается в специалистах, он может, уверен, продекларировать это и сказать, кого и сколько надо. Но я-то думаю, что в самой лесопромышленной индустрии произошли довольно радикальные изменения и в целе лозобуважной промышленности, и в деревеобработке. И нужны совсем другие люди, а не те, которые нам нужны были 30 лет назад. Другие машины, другие технологии. Вот это гораздо более принципиально. И раз мы заговорили о качестве образования, не могу не спросить про ЕГЭ. Очень много до сих пор критики звучат в адрес этого института. В первую очередь его критикуют за то, что он нивелирует индивидуальные особенности выпускников, школьников и превращает их в некую массу общую. Каково отношение ваше к ЕГЭ? Я считаю, что ЕГЭ правильный, необходимый и важный инструмент государственной политики. Он существует во всех странах мира в разных формах. Если вы возьмете Соединенные Штаты, это SAT, Students Admission Test. Нужно какой-то отдельный от школы и отдельный от вуза более-менее объективированный инструмент измерения того, что получилось. Что осталось после школы? И, собственно, дискуссии ЕГЭ идут 20 лет. Последние 10 лет он работает. Сначала он работал очень неудачно, организационно. Чего греха таить. Много всяких левых вариантов. Сейчас, мне кажется, последние 3 года эти всякие левые дела почти сошли на нет. В меру моей информированности. У меня же наш школьный учитель. Я спрашиваю, как это работает в Москве. То есть оно почти незначимо. То есть обмануть ЕГЭ или уж откровенно списать стало очень сложно. Но не надо переоценивать ЕГЭ. Это простая проверка. То, что осталось знаний. Это не накладывает ограничений на талант, на… Люди разные, вы правы. И многие вузы, особенно ведущие вузы, во-первых, сохранили еще дополнительно вступительные экзамены. Особенно творческие вузы, театральные вузы, вузы культуры. В этом смысле, да, сначала нужно было привести всех к одной линейке. Но сейчас движение в сторону разнообразия присутствует. Более того, сам ЕГЭ меняется. Там появляется очень творческая часть. Если мы возьмем верхнюю часть, я забыл, то ли С, то ли А, то эта часть требует очень недюжинных талантов и способностей, чтобы ее написать, скажем, в математике или в физике. В этом смысле, я думаю, что корреляция между знанием человека и его баллом ЕГЭ сейчас очень-очень высокая. Ясно. Ну, давайте вернемся к университетам. Расскажите поподробнее о проекте 5.100. Я знаю, что этот проект как раз направлен на то, чтобы вывести отечественные вузы на мировой уровень. Вы совершенно правы. 5.100 был проект придуман, он официально называется «О международной конкурентоспособности российских научно-образовательных организаций». Это интересный проект, он вузам был интересен. 100 вузов подали заявки, то есть написали программы, вышли, защищали свои программы. Международный совет заслушивал эти программы. Сначала отобрали 14 вузов, потом еще 6 вузов. Вот сейчас 21 вуз участвует в этой программе. Цель программы – то, что мы с вами обсуждали, сделать их из просто образовательных организаций, образовательные и исследовательскими, а некоторые инновационные. В этом смысле подтолкнуть производство нового знания, исследования и производство новых идей, которые практичны. Это инновации. И мне кажется, несмотря на очень короткий срок, 3 года, этот проект достигает своих результатов. Вузы, которые там участвуют, двигаются очень быстро вперед, но это мое субъективное наблюдение, поскольку я очень много переезжаю по этим вузам, путешествую, разговариваю с командами, проводим стратегические сессии, определяем правила движения. Я очень позитивно отношусь к этому процессу. Андрей Евгеньевич, спасибо большое за беседу. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!